Привет всем! Сегодня будем делать мулюм с сыром. Нам понадобится перловка, тесто сдобное дрожжевое, сыр твердый, чтобы он расплавился там. Начинаем приготовление. Берем сыр, достаем. Под сыр нам надо взять тесто. Берем масло, ручки надо помазать, много не надо, совсем чуть-чуть. Чтобы тесто не прилипало. Много не надо. В сторону уберу, чтобы вам видно было все. Берем тесто наше. Начинаем делать лепешку. Отдирается, отдирается почти. Берем сыр. Кусок отрезаем и кладем сюда. И теперь большой кусок. И теперь начинаем заворачивать все это дело. Смотрите, все как лепится. Обалденно! Не бойтесь, тесто хорошее. Все получится. Смотрите, вот с ладошку все получилось у меня. И кладем ее в манку. В манке обваляем. У меня одна женщина спросила, говорит, а зачем манка? Для вкуса или нет? Я ответил, конечно же, не для вкуса, а то, чтобы не прилипало. Допустим, сейчас манки обваляли, положили, допустим, сюда. Взяли, все, она не прилипает. Делаем следующий кусок. Можно даже комбинировать с кусочками, с маленькими, с небольшими. Берем опять лепешку, вепим следующую. Делаем лепешку. Вот, смотрите, все хорошо отходит от рук, не прилипает вообще ничего к рукам. Кладем сыр. И начинаем заворачивать опять. Вообще все просто. Даже я умею это дело делать. А если я умею, значит и у вас получится все, и вам это все дело понравится. Такие вещи, это вообще, не знаю, изумительные. Все восторги от такого блюда. Ребят, очень многие рецепты придумываю сам. Нигде не найдете, только у меня. А, иной раз бывает у меня друг с Мордовией. И он еще бывает подсказывает какие-то очень хорошие идеи. Иной раз мне предлагает. Иной раз бывает я по его идеям снимаю сюжеты. Ну, я включусь, когда будет уже все готово. Ребят, попросили добавить ветчины, сыр и ветчина, чтобы еще было, чтобы разнообразие. Ну, сказали, попросили. Сейчас будем делать. Я уже сыр положил. Режем туда ветчину. И начинаем заворачивать. Никаких сложностей нет. Все сделаем. Так, еще. То, что хорошо, что лепешку сделал, допустим, мало. Фигак взял оттуда. Добавил. Там фигак слепил. Все. Все готово, ребят. Ничего сложного нет. Легко, просто. Лепим дальше. Все, ребят. Слепил я. Сейчас я покажу. В итоге тесто кончилось. Сыр кончился. Осталась ветчина. Ничего страшного, она не пропадет. Сейчас вам покажу. Вот я налепил. Здесь вот с ветчиной. А вот это вот у нас вот с сыром. Ну, идем готовить. На заранее разогретую сковородку погружаем наши мульмени. Вторую. Вторую. Ребят, достаточно двух-трех минут примерно. Больше не надо. Смотрите, как они поднимаются. Сейчас чуть-чуть подзажарились и надо перевернуть. чтобы у нас они не лопнули. И вот наш мульмчик готовится. Смотрите, как приятно. Уже запах пошел. Сейчас опять дядя Ваня прибежит. Блин. Ребята, соседи как мухи летят. Мне, в принципе, не жалко, но в процессе, когда приходят, блин, отвлекают. Вот, начало разворачиваться. Значит, надо перевернуть. Натягивается. И вот теперь готовим. Достаточно пару минут с одной стороны и пару минут с другой. Прошло пару минут. Теперь переворачиваем. Смотрите, как у нас подрумянилось. Ох, какая красота. Посмотрите, сыр даже не выходит. Чуть-чуть вот. Ну, из-за того, что переворачивали до этого, немножко дали корочки образоваться. Теперь пару минут готовим в таком положении и будем потом доставать. Ребят, прошло пару минут. Достаем. И загружать сейчас будем следующую партию. Готовится довольно-таки быстро. Готовится тоже быстро. Просто. Ребят, пробуйте. Все получится. Нет такого, чтобы не получилось. Самое главное, старайтесь, чтобы получилось. Но я думаю, даже стараться не надо. Все получается. Все прекрасно. Вкусно. Запах уже шикарный. Уже. Вот прошло где-то в районе минутки. Можно теперь переворачивать. чтобы сделать нам корочку. Ребят, смотрите. Дырочки находит. Сыр выходит как смачно прям. Обалденно. Вкуснятина неимоверная сейчас будет. Я пробовал уже не раз. Я знаю, что это блюдо очень шикарное. Ароматное. Вкусное. Ребят, пришло время доставать. Смотрите, красота какая. И загружаем следующую партию. Вот видели, аж течет сыр. Любители сыра, я думаю, оценят по достоинству это блюдо. Загружаем следующую партию. И повторяем процедуру заново. Ребят, наш мулюм готов. Теперь можно дегустировать. Ребят, берем первый попавшийся. Режем. Мягкий. Смотрите, к ножу аж прилипает сыр наш. Это у нас ветчина с сыром достался. Вот этот кусочек. Прям аж тянется все. Это пробовать надо, ребята. Пробовать. Сыр изумительный. Сейчас ветчинок чуть-чуть только зацепил. Сейчас зацеплю получше. Ммм. 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 Ммм.